И вновь в студии с вами Ярослава Танькова, и, к сожалению, печальная тема. И похоронить некому, так она звучит. Мы говорим о знаменитом актёре Александре Лебедеве, тело которого пролежало несколько недель в квартире после смерти. Это очень страшно, когда даже знаменитого человека некому не то что похоронить, некому его даже проводить в последний путь, некому подержать за руку в последние секунды. Как он скончался, мы не знаем, но тем не менее посмотрим сюжет. Актёр Александр Лебедев скончался на 82-м году жизни в своей квартире предположительно в конце августа. Точная дата смерти неизвестна. Жена артиста прикована к постели, а их душевно больная дочь Тамара не позволяла несколько дней забрать труп отца в морг. Сделать это удалось только после вмешательства милиции. Тамару скрутили и отвезли в психиатрическую клинику. В фильмографии Александра Лебедева любимые всеми картины. Верные друзья, джентльмены удачи, война и мир и многие другие. Всего он сыграл свыше полутора сотен ролей. И пусть это были не главные роли, но обаятельный артист своим появлением неизменно украшал любую ленту. Последний раз Лебедев появился на экране в 2007 году, исполнив яркий эпизод в сериале «Дело было в Гавриловке». А в конце минувшего лета Александр Иванович тихо умер в своей московской двушке недалеко от Мосфильма, где и проработал более полувека. Возможно, смерть актёра так и осталась бы незамеченной, если бы не шокирующее событие. Он умер, мы его приказом снимаем с обслуживания, всё, деньги не платим. Со второго числа соцработник, медсестра, вторая зам, я наш директор, мы обращаемся во все инстанции. Мы наконец-то получили паспорта, её и его, которые дочь больная, она нам не давала и увезла с собой в больницу. Мы вот получили паспорта, всё, и они их передали родственникам. Какие они есть, они дали. Мы это делаем на общественных началах. Он лежит там три недели, а денег они не хотят вкладывать. 27-го уже списки уходят, как бомжа его похоронят. Кричи же, откройте, откройте всё, да? Ну как вот так вот? А это родственники, никто не поинтересовался просто. Чтобы вынести труп, дверь пришлось ломать. Даже спустя несколько недель после смерти Александра Лебедева его тело находится в морге. И хотя Мосфильм и Гильдия актёров Кино России готовы выделить деньги на церемонию, похоронить его не могут до сих пор. У меня в гостях замечательные гости, извините за тавтологию, Людмила Васильевна Цветкова, актриса, режиссёр, документалист. Здравствуйте, Людмила Васильевна. Елена Кондуланина, вот несмотря на травму, пришла к нам поговорить на эту очень важную тему. Тоже Елена Кондуланина, ваша регалия, заслуженная артистка России, автор песен, член Гильдии киноактеров России. Правильно всё? Да. Ну и, конечно же, наш коллега, уважаемый Михаил, Михаил Панюков, извини, забыл твою фамилию. Всё страшно. Михаил Панюков из «Экспресс-газеты», собственно, «Экспресс-газета» и рассказала нам эти страшные подробности. Вот эта публикация, вы можете прочитать её более подробно на сайте. Да, я хочу сказать, что вот эти кадры страшные, которые мы видели, они сделаны корреспондентами «Экспресс-газеты» не когда-то там, а на прошлой неделе, в четверг, в пятницу это происходило. То есть эта история, она продолжается. Михаил, а вот эти кадры были сделаны, к вам кто-то обратился или вы сами эту историю раскопали? Вообще кто-то пытался бить там в молокол? Мы очень часто пишем о старых актёрах. Это, можно сказать, наша тема и огромное количество аудиторий нашей, они именно из-за этого часто и читают наши публикации. Мы первые написали про трагическую судьбу Тамары Носовой. Это актриса, ну может быть так, то есть все её знают, это Аксал из «Королевства кривых зеркал», это тётка Черлей и так далее. Что та же самая история умерла в полной нищете, в чудовищной нищете и в не совсем здравом рассудке. Светлана Харитонова, десятки ролей, одна из самых снимаемых актрис, тоже она может быть не первого ряда, но очень востребованная с, по-моему, 50-й по 80-й, её снимали очень много. Тоже очень известная актриса. Ну так я повторю свой важный вопрос. Я не понимаю, как так происходит? Почему вот эти все страшные подробности о том, что такой чудесный человек, который подарил нам столько хороших ролей, даже эпизодических, умирает в нищете, мы узнаём только после его смерти, когда его уже, пардон, черви сжирают. Вот это типичная ситуация для нашей страны, к сожалению. Можно я объясню это? Потому что актёры, они привыкли быть национальными героями. Они будут в голоде, нищете умирать, пускай мне будет хуже, но от этого мне будет лучше, потому что они национальные герои, они не будут просить. Обращаться. Да, никому не будут обращаться. Это нужно знать и понимать. То есть журналисты не должны ждать, они должны сами как-то... Ну а как? Не только журналисты, поймите, что раньше за них отвечали студии. Например, они работали в студиях и им оплачивали простои. Сейчас им никто не оплачивает ничего, они просто нищенствуют. Если бы вот, например, если бы не одинокая волчица моя, да, вот не песни мои, которые я сочиняю, я бы тоже была бы сейчас в нищете. Да ладно, бог с вами. Да я вас уверяю, потому что забывают артиста, дальше идут уже молодые актёры. И я вам хочу сказать, что это отнюдь небольшие деньги. У нас нету вообще индустрии. Нету у нас, у нас не Голливуд. Индустрии помощи актёрам. Артисты все экономят на артистах. Вы знаете, когда вот мне звонят и предлагают роль, говорят, ну вы знаете, мы сжаты в средствах. Все время экономим на артистах. Артисты нуждают копейки. Ну экономим у нас не только на артистах. Ну а те артисты, которые снялись с СССР, они... Нет, что у нас вообще народ плохо живёт. У нас и повара плохо живут, и педагоги. Конечно. Не только артисты. Я про другое. Я про то, что в принципе всё-таки артист — это человек публичный. И вот как вы сказали, почему он не обращается? Вы говорите, не обращаются, они национальные герои. Нет, обращаются. Обращаются. И даже часто. Просто, Лена, не в курсе, я занимаюсь ветеранами. Обращаются. Понимаете, у нас нарушается основной закон Конституции. То каждый труд должен быть оплачен. Это нарушение. У нас прекрасные законы в нашей стране, которые никто не выполняет. И человек, который остаётся на социальном обеспечении, уже в том возрасте, допустим, как было с Лебедем и другими людьми, неважно даже актёр, не актёр, должен следить специальный отдел в Сабесе. Потому что они уже живут на пособие, на пенсию. Больше ни на что. Им никто больше ничего не даёт. Студии, Мосфильм, студии Горького и крупных студий теперь не существует. Существует всё аренда. На студии Мосфильм забита каждая комнатка. Это новая студия. А, Б, В, Г, Д, Ц. Это никакого отношения не имеет. Я подтверждаю, да, там снимаются передачи, очень многие телевизионные. Всё, что хотите, но только не только. Которые, между прочим, за участие которых артистов не платят. Да, почему... Представьте, почему-то артисты должны бесплатно работать. Вот почему, допустим, я уже говорила вам, когда... Ну, вообще, не важно, повторюсь. Значит, вот мы сейчас сидим здесь. Вот, пожалуйста. Если вы оставите это в эфире, конечно, то, что я скажу. Оставим мы в прямом эфире. В прямом эфире, допустим, да. Вот мы сидим. Вот все, вот все. Вот операторы, звукооператор, вы. Тётенька, которая придёт сейчас, подметёт метёлочкой. Девушка, которая нас встречала. Охрана, которая нас встречала, все получают зарплату. А нам говорят, ну, поймите, вы понимаете, мы вас приглашаем. Но, вы знаете, у нас вот так не учтено, мы... Это не только вы. Понимаете, почему вот мы с Леной должны ещё получать. Вы же сюда пришли, здесь не работать. Вот видите, это работа. Простите, это работа. Я вам не расскажу, да. Это работа. Скажу, почему. Потому что это работа, потому что вы вызываете меня на интервью. Интервью должна, во-первых, отвечать, знать что-то про то, что я знаю. Это тоже моя работа, я это изучала. Во-вторых, то, что я говорю, я трачу своё здоровье и энергию. Я не просто равнодушно говорю. Кстати, чтобы вас узнали молодые зрители. А мне не надо, чтобы они меня узнали. Нет, а я хочу, чтобы вы узнали. Нет, а чтобы они меня узнали, подождите, чтобы они меня узнали, молодые. Это другое, это реклама. Никакое отношение не имеет к вашей передаче никому. Дело не в рекламе. Реклама есть в рекламе. А мне говорят иногда, когда мне звонят, я сразу отказываюсь. Я к вам согласилась, только из-за Лебедева я его знала. И когда мне звонят и начинают говорить, вы знаете, у нас проблемы. Я говорю, мои проблемы вы не решаете. Я уважаю свой труд, уважаю труд своих коллег и вообще уважаю людей, трудящихся. За труд надо платить. Вы не платите, не только вы. И то же самое происходит со старыми актёрами. Рыбников умирал так же. Николай Рыбников умирал так же. Да и мы так же умрём. Понимаете, дело не имеет. Хорошо, Людмила Васильевна, не буду вам задавать тот вопрос, который хотел, а сразу передам Михаилу. Михаилу, это претензия вам. Вот я сразу спряталась за Михаилом. Это претензия вам. Журналисты, которые пишете, почему вы не находите актёров, которые страдают безденежием? Вы знаете, это претензия совершенно не к нам, потому что мы поднимаем эти вопросы. Мы поднимаем, если бы... Наоборот, они как раз делают положительные вещи. Сейчас есть возможность, вы понимаете, про что мы говорим? Мы сейчас говорим про реальность. А мы не поднимаем. Подождите, этого человека Александра Ивановича Лебедева в четверг могут похоронить как бомжа в общей могиле. А почему его могут похоронить как бомжа? Кто должен давать деньги на это? Журналисты? Хорошо, а где здесь расчётный счёт? Вы знаете, что вам написали? Какой расчётный счёт? Какой? Это мы выяснили всё в четверг, в пятницу. Вы понимаете или нет? Понимаете, а почему... Сейчас скажу. Расчётный счёт. Я считаю... Вот если вы можете поставить это в передаче, вам прямой эфир. Как не стыдно нашему государству через телевидение выставлять расчётные счёты для больных детей, для инвалидов. Людмила Варкина... Наше государство богатейшее. У нас нефтегаз. Браво, браво. Пусть им будет стыдно. Только мне плевать, стыдно государству или нет, когда умирают дети и умирают вот так актёры. Так государство должно за это отвечать, потому что эти люди работали на государство. Вы знаете, что жура, длини на так. Подождите. Только так и будут умирать актёры. Зачем? Потому что они заложники, потому что они жертвы идеологии. Так зачем нам этой идеологии? Может быть, её сломать, этот стереотип чёрта? Так нет, это была идеология. Они обращаются, просто не знаю, они обращаются за помощью, не дают. Людмила Васильевна, вот сейчас мы сидим, как вы говорите, и где-то там сидят другие старые актёры, которые, возможно, в такой же ситуации. А Михаил просто не знает. Он готов написать, правильно? Может быть, знаешь, что... Подождите, подождите. Все в такой ситуации. Все в такой ситуации. Все актёры в такой ситуации. Я хочу напомнить, что вот эта трагедия... Просто никто об этом не скажет. ...происходит на фоне другой трагедии, которая более широко освещалась всеми средствами массовой информации, с Александром Белявским. Да? Да, то же самое. Вот это уж суперзвезда первого плана. И это тот же самый. Это люди, но они внутри ситуации. Мы как бы со стороны смотрим. Вот Александр Белявский, который... Все говорят, фокс, фокс, фокс. У него сотни фильмов и ещё голос его... Это бренд отечественного кинематографа. Советский зритель видел, там, Жерар Филипп, Луи Дофинас говорили его голосом. Это просто... Пока он был здоров, он был нужен всем. У него последний год перед инсультом было шесть фильмов. Как только он заболел, всё. Да, нельзя сказать, что вы совсем забросили, там, социальные... Обижаются эти вот организации, которые... Как же, говорит, мы помогали, мы какие-то деньги девали. Но человек жил... Такая суперзвезда жил в бедности. Это ненормально. Он правда в бедности жил? Ну, правильно. Ну, я и с вами, Ницца. А вы знаете, что сейчас все артисты живут в бедности? Я вам как ведущая благотворительной рубрики объясняю, когда я звоню, да, и предлагаю, если вдруг выходят на меня люди, об актёре рассказывают, или о каком-то там деятеле литературном, ещё о ком-то, говорят, в нищете человек, звонишь, говоришь, давайте мы поможем. Государству плевать, не будет, не выйдет, не поможет. Мы напишем, вам люди помогут, потому что мы спасаем детей в данном случае, миллионы собирают. Что мне говорит человек, вот, допустим, там был Юрий Корякин, да, сразу же говорит, нет, извините, мы не будем. Почему? Вам же не на что лекарства купить. Нам стыдно, нет. Вот если хотите как-нибудь сами... Это очень стыдно, потому что ты там блистал, ты кого-то учил, как жить, понимаете, с экрана. С экрана. А теперь ты с протянутой рукой, тебе скажут, плюнут лицо и скажут, а что ж ты нас учил, чему ты нас учил? Понимаете, что... Будем тебя обязательно плюнуть. А вы знаете, что... Конечно, обязательно, а тем более сейчас. А даже не только актёры, особенно болезненные люди. Мы сейчас только настроены на деньги. Сейчас кто главенствует деньги? Люди с деньгами, понимаете? Сейчас только сила. Его признают, человека, с деньгами. Если ты нищий, на тобой посмеются, и тебе не помогут. Та же самая молодёжь, которая вообще ничего не понимает. У нас молодёжь сейчас очень плохая. В каком смысле плохая? Она не образована, она не вежественная. Я сейчас снимала кино, называется детская нравственность, называется Маша, Пусть Саша. Потому что они в цинизме растут. Равняется вопрос. Вот я проводила беседы, начиная с элитной школы, кончая детскими домами. Вы знаете, у меня волосы вставали дыбом. Они абсолютно ничего не знают, ничего не понимают, и понять ничего и не хотят. И мне интересно, он не хочет слабой педагоги. Сейчас идеология, деньги. Поэтому они знают, они видят всё, как живут. Люди, если ты с деньгами, ты выживешь. Без денег ты ничто и никто. Ну я опять же скажу, помогают. Михаил, скажите, вот эти читают. Поэтому артистам стыдно. Понимаете, они не заработали денег. Ну это ложь стыдно. Это проблема общая. Понимаете, вы сейчас немножечко сорвались на общие такие. А естественно. Вы ругаете молодёжь, молодёжь тоже разная. Молодёжь, да, тоже разная. Очень раз поверьте мне. Я тоже не согласна. Я согласна с вами, что она разная. Она разная. Ленина не знают, а Оскар Руальда читают и смотрят там. Я таких знаю. Михаил, вот эти публикации, я знаю, молодёжь хорошая. Вот эти публикации читают. Нет, я хочу про младёжь сказать. Вот я спросила. Вот мы всегда, мы, наше поколение, у нас были кумиры, у вас тоже были какие-то кумиры экранные, допустим. Тот же, допустим, Белявский, но в другом каком-то фильме. Допустим, Женя Урбанский, допустим, в таком-то фильме. Урбанский, да. Правильно, потому что идеология была. Нет, неважно. Которого тогда слова не было, а секс-символ был Урбанский. А слова такого не было. Вот женщины влюблялись. Не то чтобы секс-символ, там мужественно, силам мужественно. А сейчас смотрите на киноэкране герои. Менты, которые убивают друг друга, менты-оборотни, которые тоже убивают друг друга, обязательно в картина про плохих, один какой-то несчастный хороший, но его прибили. Из-за этого Александр Лебедев умер в нищете. Из-за этого они воспитываются, они делаются хладнокровными, бездушными, и поэтому... Секунду, я еще раз уточню, подождите, я никак не могу понять. Вот я говорю, что проблема в том, что люди сами не обращаются. Они привыкли быть великими, да, безусловно. Но когда им нужна помощь, что они не поможут. Я знаю, что Лебедев обращался. Лебедев обращался. Послушайте, что кто не поможет, ну тебе подождите, ну тебе поможет. Понимаете, это должна быть постоянная помощь, то есть должны посадить на какую-то зарплату, как было раньше, когда кинематограф существовал, когда он был конкурентен с мировым кинематографом. Да люди соберут огромную сумму, которая будет лежать на книжке. Ну, правильно, для этого человека, а для других. И для других соберут. Таких соберут. Но не молодежь виновата, и не молодежь. Да, да, да. Правильно же? Не молодежь виновата. Должна быть система. Значит, мы вчера в радиоэфире комиссарской правды поспорили с ведущей, уважаемой Ноной. Она сказала, что на Западе не надо идолизировать, потому что поехал Крамеров, тоже ему там было плохо, он привык здесь с звездой, там он никому не нужен. Это правда. Но это он, потому что он там был неинтересен. Но в социальном плане он был защищен, он рассказывал, он был потрясен, когда маленькая роль, проходная, его просто не указали в титрах. Ну, не указали, не указали, а что я там сыграл? И профсоюз актерский. Он говорит, я получил столько денег, я не помню сумму, там шестизначные, ну, пятизначные точно, в долларах, естественно. Он говорит, я стал, он был очень обеспеченным человеком. А у него была, у нас вышел новый фирм. А у нас по всем каналам появляется Никита Михалков, который во всеуслышание говорит, я помогаю старым актерам. Он помогает. А вы приходите и говорите, Никита Михалков. Но это правда, но не может, он не может всем помочь. Никита Михалков, при всем к нему сложном отношении, и моем в том числе. Потому что миллионов нет заработка. А то хором я просто ничего не слышу. Я могу дай мне вступить. Да, конечно. Поймите, я могу объяснить, почему. Потому что вот эти все артисты Советского Союза, они сейчас, они многие года не снимались, они не имеют работы. Как быть, каждый год человек должен зарабатывать деньги. Вот я сейчас снялась в фильм «Отцовский инстинкт», замечательно. Он уже везде в интернете, и его воруют, скачивают и смотрят. И понятно, что, ну как, понимаете, при этом получить обратно деньги, отбить те, которые были затрачены. То есть в результате пиратских копий, никто не может покупать билеты, там в кино подположить. Конечно, нужно законы. Понимаете, если даже телевидение. Я должна получать на основании того, что я сейчас снялась, я получила какую-то мизерную сумму, которую я уже съела. Я вас понимаю, но дело в том, что если мы будем ждать, пока заработает система, я боюсь, что мы все вымрем, понимаете, не только старые актеры. Ну поймите, дело в том, что Никита Сергеевич Миколков действительно помогает актерам, помогает, дает деньги на операцию. Он помогает, но понимаете, в чем дело? У него же карман не резиновый, он уже не может всем. Это не только забота Союза гимнографистов. Это проблема в государстве. Нет такого именно правила системного закона, что если человек попал в такую ситуацию, как, допустим, Лебедев, и такая семья, и такая дочь, это должно быть особое повышенное внимание не благотворительности, а государства. Я поняла вас. Давайте вот мы сейчас, я вам говорю, что я вас поняла. Да, система должна быть, это не обсуждается. Мы больше к этому вопросу сейчас пока не возвращаемся, потому что иначе мы будем ходить по кругу, а я не могу постоянно слышать, должно государство. Давайте лучше так. Вот вы сейчас можете, Людмила Васильевна, секунду, Ленчик, извините. Людмила Васильевна, вы можете сказать, кто сейчас нуждается? Вот вы знаете, нет, прежде всего, вы знали, что Александр Лебедев в такой ситуации? Нет, не знала. Хотя вы, в принципе, с ним дружили, потому что вы снимали в гараже вместе. Я с ним, нет, я его видела, я его видела последний раз очень давно. Это мы снимали на телевидении, на Первом канале, мы снимали память юбилей съемки гаража. И он сам, я при мне... А вы там играли ту самую даму со шляпкой. Шапкой, шапкой, да, возьмите. Значит, когда, и он при мне подошел к Рязанову и сказал, Ильдар, мне очень плохо, мне очень плохо, я ничего не получаю, мне вообще не на что жить. Он говорит, Ильдар Александрович, он сказал, ты мне позвони. То есть Ильдар Александрович дал ему свои деньги, там что-то придумал. Но Ильдар Александрович не может давать ему все время свои деньги, ему было всегда плохо. Потом он говорит, ты позвони хотя бы в гильдию, там скажи. Я думаю, что он звонил в гильдию и говорил, я не думаю, что он не говорил. Он просил помощи, он не был совсем больным. То есть он просто понимал, что у него ужасная ситуация. А они, понимаете, в чём какая-то проблема? Есть люди, почему с актёрами, вот эта публичность, поэтому мы об этом знаем. Дело в том, что не каждый актёр, вот не каждый актёр, даже пока ещё не больной, остался без профессии, вдруг поменяет свою профессию. Не могут они решиться на такое. Некоторые решают, берут сумки клетчатые, едут в Польшу, в Турцию. И причём таких тоже много. Очень много. И сами себе начинают, я таких очень много знаю, которые и актёров, и певиц, и всех остальных брали сумки, со всё плевали на всю гордость. А между торговлей бананами к ним походили за автографами. Да, и всё торговали. Я считаю, что они с ним свою жизнь спасли. Спасли свою жизнь. Но есть люди, которые не могут переломить вот это своё собственное состояние. Скажите, а если бы мы позвонили Александру Лебедеву, позвонили и предложили ему помощь, он бы согласился именно на благотворительность? Конечно, конечно. Я просто уверена. Так, значит, всё-таки проблема, прежде всего, если только отставить государство, бог с ним. А вот именно сейчас проблема в том, что, наверное, мы не знаем. Мы не можем выцепить этих людей, которым нужна помощь. Прежде чем продолжить разговор, потому что мы сейчас должны будем переключиться на новости, и опять вернёмся в эту студию, поэтому не переключайтесь. Я очень надеюсь, что вы расскажете, Людмила Васильевна, нам о тех людях, которые сейчас нуждаются. Может быть, наши зрители захотят помочь. Мы объявим телефон прямого эфира. Будем ждать ваших звонков. И, естественно, что вашей помощи, вашего участия в жизни наших знаменитых, ну и просто хороших актёров. Не переключайтесь, пожалуйста. Дальше будет тоже интересно. И вновь в студии Ярослава Танькова. Мои уважаемые гости Михаил Пуняков, коллега из «Экспресс-газеты», Елена Кондуланин и Людмила Цветкова. Мы продолжаем говорить на печальную тему, которая называется «И похоронить некому». История Александра Лебедева, который несколько недель пролежал в собственном доме, пока его, простите, не начали есть черви. Потому что его никто не то что не хоронил, его даже в последний путь сейчас проводить некому до сих пор не похоронили. Он до сих пор лежит в морге. Это так, Михаил? Да, совершенно верно. Если до четверга не появятся какие-то люди, которые возьмут на себя организацию этих похорон, его похоронят в общей могиле с бомжами. Я хочу сказать, вот, знаете, есть эксклюзивы, которыми гордишься. Каждый журналист стремится к этому. Есть эксклюзивы, которым ужасаешься. Которыми рада. Да. Александр Иванович Лебедев не был великим актёром. Но, знаете, есть актёры, которые светило, да, вот, вся комната, вот, в комнате светло, да, вот, светило. Но я скажу так, имя мне ничего не сказало, а как только я увидела лицо, я поняла, да, конечно, я его знаю. Есть актёры светило, а есть актёры солнечные зайчики. То есть даже в освещённой комнате, да, вот, солнечный зайчик, он не даёт света, но на него обращаешь внимание. Он к себе привлекает. Вот это из таких актёров. Вы когда пришли, не вы, а ваши коллеги, пришли вот в эту квартиру, что они там увидели? Вот прям через запятую. Значит, вот этот человек, который кричал в верных друзьях, я его вспомнил именно по этому. Я говорю, артисты, попутного ветра, вот этот вот сгусток позитива, это совершенно светлое лицо такое лукавое. Он умирал в бомжатнике, вот, извините за выражение. Почему? Это летали мухи, это летали, ну, это чудо, просто это настолько физиологичные подробности, что их воспроизводить просто, ну, невозможно. Невозможно. Это запах, грязь, нечистоты и так далее. И там жили его жена. Там жила его жена Анна Николаевна, она немощная, она инвалид, она прикована к постели. И до последнего времени там жила его дочь, психически больная. Которую, кстати, никто не признал психически больной. Её сейчас госпитализировали, да, она жила. И непонятно, когда он умер. Он умер, видимо, в конце августа, но это точно... В конце августа? Это мы так предполагаем, по понятным причинам, потому что, как мы узнаем подробности, как там, в каком виде это тело нашли и так далее. Кто-то ведь помогал этой семье, кто-то там был. У нас сейчас на связи уважаемый человек, очень Нина Петровна Родионова, сотрудник Центра социального обслуживания Раменки. Я надеюсь, что она немножко прольёт свет на эту историю. Здравствуйте, Нина Родионовна. Нина Петровна. Нина Петровна, извините, ради бога. Нина Петровна. Вы можете нам рассказать, кто же всё-таки помогал этой семье? Эта семья была на обслуживании Центра социального обслуживания Раменки. Туда приходили два человека. Социальный работник и медицинская сестра. 31 августа в квартире были социальный работник и медсестра. Значит, он умер или с 31 на 1, или 1 на 2 сентября. Дочь его вызвала скорую помощь 2 сентября. Но дело в том, что действительно девушка психически нездорова. Кстати говоря, она состоит в ПНД с 97-го года. То есть информация о том, что никто не знал, что она сумасшедшая, неверна? Неверна. Да, она состояла на обслуживании. Она сама вызвала скорую помощь, вызвала милицию. Нина Петровна, она вызвала скорую помощь к уже трупу или всё-таки ещё жив был, Александр? Но, вероятно, у неё что-то с ней произошло, её, наверное, переклинило. И, конечно, в квартиру она их почему-то не пустила. Но она не принимала лекарств. Вполне возможно, что вот у неё был нервный срыв. Пришлось квартиру взламывать. Поставили смерть его 2 сентября. Так что он не мог лежать. Дело в том, что Александр Иванович был человек, знаете, тоже своеобразный. Когда он болел, то он не позволял врачам себя осматривать. А без его разрешения никто этого сделать не смог. Сами понимаете, поэтому... Он не позволял даже подходить к семье медсестре? Да, медсестра ему мерила давление. Но у него были пролежни, обрабатывать он их не позволял. А почему, как вы думаете, Нина Петровна, чисто по-человечески? Я не знаю, вы же много судеб видите. Что это было такое? Я думаю, здесь просто старческая деменция. И человек, вы знаете, он был общительный, веселый, здоровый, добрый. И когда стал себя чувствовать неважно, то ему не очень бы не хотелось показывать свои болячки. То есть это все-таки гордость? Да, это гордость. Чувство достоинства, которое превратилось в комплекс определенный какой-то. Да, да. Скажите еще, Нина Петровна, вот чисто, опять же, мой вопрос, чисто человеческий, даже не журналистский. А неужели там нету никого, кто мог бы убраться? Это даже претензия не к соцработникам. Я понимаю, какой объем работы у вас, сколько у вас этих стариков, которых надо ко всем подойти, да, помыть, там, продукты принести. То есть не успеешь. Но ведь рядом есть другие люди, соседи. Я не знаю, если бы у меня, в общем, напротив, даже не знаменитый актер жил, а просто какая-то бабушка. И от квартиры, как говорят, пахло, запах жуткий, да. Я бы помыла, пришла к ней, я бы у нее убрала, мне это не трудно. Почему люди никто не помогают? В чем проблема? Проблема не в этом. Проблема в том, что Тамара просто нам не разрешала. Я сама была в этой квартире, и предлагали мы помощь. Я лично с Тамарой разговаривала. Она соглашалась, но не позволяла выбрасывать ни чеку. Вот как. То есть целиком и полностью Тамара держала весь дом в руках, пользуясь тем, что у нее на руках два инвалида практически. У нее же была больной человек, естественно. И все запрещала. А сейчас, скажите, в каком сейчас состоянии все-таки оставшаяся в живых жена Александра Лебедева? Ну что, она в тяжелом состоянии. Но социальный работник ходит к ней, имеет сестра несколько раз в день, ее кормят. У нее квартира сейчас убрана, там чисто. Нет, на данный момент еще не чисто, потому что денег на уборку у нас нет. Там нужна глобальная уборка. Сейчас у нас в первую очередь мы хотели бы похоронить, придать земле Александра Ивановича. Но вот на сегодняшний день, несмотря на весь ажиотаж вокруг его имени, никто, кроме Мосфильма, денег не дал. Нина Петровна, я лично, как журналист комсомольской правды, готова выделить какую-то сумму и свою зарплату, но я, к сожалению, не миллионер. Я думаю, огромное количество людей сейчас ждут от вас каких-то советов, куда, где взять счет, где получить информацию, как помочь. Вот вдове Александра Лебедева и самому Александру Донцовичу, чтобы его похоронили по-человечески. Ну да, в трое деньги. Вот сейчас его три родственника у меня были здесь, пожилые люди, они из своих нищенских пенсий оплатили часть похорон, а далее это уже... Нина Петровна, счет, умоляю вас, вы можете открыть счет, вы можете пообещать нам, что вы откроете счет, и мы его напечатаем вот так вот, в Комсомольской правде, Дума Экспресс-газета тоже, наверное, согласится. Вы готовы нам дать счет? Нет, к сожалению, я не могу, это не входит в мои полномочия, этим кто-то должен заняться. А кому же нам обращаться? К кому? К кому? Не знаю, может быть, профсоюз актеров кино. Кстати, вчера звонила девушка, она сказала, что она из профсоюза актеров эпизода. Вот мы не нашли этот профсоюз в интернете. Она приезжала... Мошенники. Это, наверное, мошенники какие-то. Она приезжала в морг, сказала, что привезла 35 тысяч, я попросила ее оплатить там услуги морга, но она этого не сделала. Это машина. Если мы подъедем, еще раз, журналисты подъедем, вот я не знаю, сами скинемся, соберем отчитателей и привезем деньги, готовые оплатить уже прямо, вы нам покажете того человека, которому нам вручить эти деньги за похороны? Вы знаете, на сегодняшний момент похороны оплатили. Так, что нужно оплатить? Анна Петровна, Анна Петровна Лебедева, нуждается в деньгах, в помощи. Может быть, это родственники. Мы, к сожалению, государственная служба, не имеем права принимать деньги и брать на себя помощь в любом. Мы оказать можем, а вот деньги, к сожалению, нет. Понятно. А убраться в квартире, это буквально крайний вопрос. Убраться в квартире, если вызовутся люди, вы согласны принять бригаду? Конечно, обязательно. Отлично, спасибо вам огромное, уважаемые наши зрители. Вы слышали, что сказала Нина Петровна Родионова, это социальный центр «Раминки». Если вы готовы помочь вдове Александра Лебедева убраться в квартире, ну и в данном случае помочь как-то деньгами, пожалуйста, откликайтесь. Я думаю, что мы в ближайшее время на страницах «Комсомольской правды» и на нашем сайте укажем, куда можно либо пересылать деньги, либо приносить, либо куда приходить с вениками и совками. Я надеюсь, что это в данном случае будет реальная помощь, и я в ней обязательно поучаствую, Михаил, я думаю, вы тоже, да? Да. Я не пойму, а почему такая проблема? Вот смотрите, я спрашиваю, куда передать, кому передать. Говорят, денег не дают, но куда передать, мы не знаем. Послушайте, вот вы сказали, упомянули журналист, но я понимаю, должны цеплять, провоцировать, да? Про журналиста «Экспресс-газета» Лариса Кудрявцева. Была одна из немногих журналистов, которых допускали в квартиру Белявского. И неоднократно мы писали о его тяжелом положении, да, ну, при том, что он держался достаточно, ну, бодро, так сказать, и так далее. Там не было, конечно, слава тебе, Господи, вот такой вот нищеты, не было, и помогали люди, бывшая семья помогала, бывшая семья. Но жил он очень бедно, ну вот как, что еще надо, как еще журналисты должны привлекать внимание. И все-таки я повторю. Да напечатать счет, вот я говорю, как решить вот это вот, потому что я спрашиваю, куда деньги? Вот сейчас люди что говорят? Готовы послать, куда? Позвольте, я скажу, вот все-таки моя точка зрения, что актеры в этой стране не должны протягивать руку, это ненормально. Нет, это предельно конкретно. Послушайте, значит, очень много даже на нашем сайте экспресс-газеты пишут, ну, а что вот актеры, вот есть действительно заслуженные шахтеры, учителя, врачи, и тоже умирают в нищете. Почему вы вот педалируете эту тему? Зачем вы вот в особую категорию этих актеров выделяете? Это справедливо в том, что за достойную жизнь надо бороться для всех людей. Это правильно. Но актеры, это действительно особая категория. Особенно это поколение. Они заработали для государства миллионы тех настоящих рублей. И они не умеют просить. При этом эти деньги огромные, они продолжают зарабатывать для кого угодно, только не для себя. Верные друзья, там, я не знаю, место встречи изменить нельзя, показывают по телевизору, получают канал рейтинги, продают рекламу туда, бизнесмены получают, тоже наживаются. Все зарабатывают, кто угодно, только не эти актеры. А это ненормально, поэтому все-таки это система. Люди могут давать, мы можем собрать на похороны, мы можем собрать сколько угодно, но это ненормально. Ну давайте будем все время опять продолжим говорить про систему, а в это время люди будут умирать. Давайте просто поможем конкретным людям. Прямо сейчас, вдове, все, одной вдове, а потом второй, третий, десятый. Бог с ним, с системой. Давайте сейчас не будем возвращаться к системе. Нет, нет, система, это очень важно, и это самое главное. Я с вами согласна, мы уже на эту точку поставили, стопроцентно, да. Но давайте, Людмила Васильевна, почему гильдия не берет на себя вот открытие этих счетов? Но ведь действительно, куда пересылать деньги? Кому помогает? Гильдия, я не знаю бюджета гильдии, но я думаю, что там очень тоже небольшой бюджет. Я понимаю, что Валерия Александровна Гущина помогает, она от гильдии помогает. Она не может всех обеспечить. Валерия Александровна, она заведующая. Она главный директор, да. У нее наверняка есть списки, кто живет плохо. Но вы понимаете, сколько народу живет плохо. У гильдии нет такого, я думаю, бюджета, чтобы всех. Она, конечно, в последние минуты они собирают деньги, посылают. Но это невозможно. Да хороших людей тоже много, вы поймите, они откликнутся. Только нужно им доказательство, что это пойдет не на машину кому-то. Это правильно. Вот понимаете, в чем дело? Мы обсуждаем хорошие люди, плохие люди. Вот правильно сейчас сказали. Дело в том, что понимаете, что вся продукция кинематографии Советского Союза кормила всю педагогику и всю медицину. Это огромные деньги, потому что на этом все строилось. Если вы думаете, что актеры при советской власти получали большие деньги, ничего подобного. Но таких случаев при советской власти отрицают. Не будем говорить, была другая страна, замечательная. Таких случаев, таких вот бедственных не было. Все, система плохая, государство ужасное, давайте решать проблему. Мы проблему никогда эту сейчас не решим. Мы соберем, все же крохи отдадим, здесь крохи отдадим, этому. Это именно в системе. Слушайте, а вдова так не считает. Вдова Лебедева сейчас так не считает, что эти крохи не нужны. Вот ей сейчас нужны именно просто собранные крохи. Ей нужно просто жить по-человечески. А завтра еще один актер умрет такой же. Опять будет спередача. Давайте их все вычислим и хотя бы по крохам. Елена, я не права, давайте их найдем. Я про это в самом начале говорила, что это система, что нужно как-то смотреть, чтобы помогать те, которые еще не умерли, которые живут, понимаете. Вот я хочу сказать про гильдию, вы говорили здесь. Вот я недавно захотела, деньги платила за этот год уже. Заранее заплатила. Но многие не платят. Просто эти взносы, которые должны платить, там, в общем, небольшие, они очень маленькие. Но эти не платят, годами не платят артисты. А потом хотят, чтобы вот что-то им, понимаете. Как-то получается, поэтому... А куда меценаты делись? Вот эти... Сейчас очень многие стали миллионерами. Неужели им вот как-то не жалко? Они же, в общем, существуют на те же народные богатства наши, которые, может быть, и нам принадлежат? Может, они хоть какую-то кроху дадут этим людям? Правильно. Так я про это и говорю. Давайте попробуем решить проблему. Может быть, адресно попросить каких-то олигархов, чтобы они как-то, понимаете, отчитывали и вот этим людям, которые еще из Советского Союза, они как-то помогали. Но дело в том, что они многие не знают. Опять же, как ведущие... Так надо обратиться, может быть. Так вот, понимаете, сейчас я говорю, люди все взяли ручку и готовы были записать, куда посылать деньги. Нет, не так. А просто, может быть, создать какую-то группу ациативную и прийти к этим олигархам и попросить. Да мы попросим. Они же, например, помогают баскетболу, футболу. Лен, кому давать деньги? Вот скажите, вы верите гильдии актеров? Я не знаю, гильдии или кому, еще кому-то. У нас занимается только гильдия. Гильдия, понимаете, в чем дело? Она занимается своими делами. Профсоюз. Может быть, создать какую-то группу, я говорю, ациативную группу, чтобы эта группа занималась именно вот этими артистами, которые из Советского Союза, которые жертвы вот этого идеологии. Так кто ее создаст? Где те люди, которым доверят? Как вы считаете? Вот вы говорите, профсоюз невозможно. Да нет, у нас есть такой профсоюз, профсоюз. У нас есть союз кемпетографистов России. Достаточно. В чем здесь профсоюз? Махалков тоже у него не резиновые карманы. Он же часто свои собственные деньги отдает. Я вам говорю, что проблема вся в государственности. И когда мы не будем решать эту проблему, никогда. Вот возьмите, пожалуйста, отношение к инвалидам, отношение к бедным, таким-сяким во всех странах. Со времен Наполеона, населён Наполеона во Франции, дом инвалидов, который в центре Парижа. Уже похоронен Наполеон. Да. Они же там следят за тем, кто у них инвалид. Той же самой Франции, Германии. В Германии такого нет. Нет такого в Германии, что у нас. Это страна, которая победила во время Великой Отечественной войны. Там нет такого, как у нас. У них нет бомжей, вы понимаете? Нет бомжей. Нет ничего. Ну, это совсем другое. Поэтому, понимаете, этого нету. Нет, нет. А у нас есть. У нас всё есть. Поэтому я считаю, что у нас богатейшее, значимое государство, которое обязано продумать эту ситуацию и помочь деньгами именно и союзским фотографиям дать больше бюджет, и той же Гущины, которая директор гильдии, которая наверняка имеет небольшой бюджет, тоже дать деньги. Людмила Васильевна, обычные люди не знают ничего об этой кухне. Вы можете посоветовать кому? Тем, кто хочет помочь. Я ещё раз, я упрямая повторяю вопрос. Те, кто хочет помочь, кому нам доверять, кому нам взять вот эту сумму и отдать, и знать точно, что эти деньги пойдут не кому-то на машину, не на устройство каких-то там собственных юбилеев корпоративных, а действительно бедным людям, которые живут вот в таких жутких условиях. Кому нам передать деньги? Назовите фамилию. Сначала соберите деньги, вы можете, пожалуйста... Соберём, прям вот... Нет, сначала соберите на Лебедева. Сначала вот сделайте... А потом адресно по фамилиям спросить у Гущины именно фамилии старых актёров. И отдать, прийти вот в конверте отдать. Я предлагаю сделать действительно новый период. Пригласить сюда Гущину, потому что немножечко такой испорченный телефон, да, что надо сделать Гущина. Может быть, её пригласить? Да. К ней много вопросов. Никто не сомневается в том, что она помогает, что она работает, да? Да, вы доверяете Гущиной. Но есть очень много к ней претензий, и понятно, что для неё это будет непростой разговор. Но логично с ней это обсуждать. Действительно, почему, если не справляется её бюджет, почему, сказать, обратиться к обществу, да? Сказать, вот смотрите список, вы знаете этих людей, вы смотрите фильмы каждый день по телевизору. Это же убеждать не придёшься. Вот мы не справляемся. Вот давайте прямые, прямые счета этих людей, прямые. Не мне вы пересылаете, да, Гущиной, ну или там кому-то, а вот этим людям. Это интересная идея. Да. Может быть, её не справляют. Скажите, доверять вот уважаемой госпоже Гущиной можно, вот если мы в данном случае приглашаем её, говорим с ней, она рассказывает про этих людей, что эти деньги отправятся именно туда. Она же действительно помогает, ну, в рамках. Так откроется каждому, просто счёт у каждого. А можно, естественно, там же... Экспортсгаз, кстати, публиковал одно время, но это правда. Не все соглашаются, стесняются и так далее. Но здесь это вопрос... А если это будет массовое... Вот сейчас мы спросим, если это будет... Людмила Васильевна, это вам лично, вот вам как актрисе, вот того поколения, гордого, потому что вы гордый человек, вы тоже королева эпизода в данном случае, не только, и режиссёр. Как вы считаете, если это будет массовое, вот мы объявим такую программу, люди перестанут стесняться? Перестанут. Они согласятся на то, чтобы открыть счета и помочь? Согласятся, согласятся. Потому что когда это в такой форме, вот такой, соответствующей, неунизительной форме, то согласятся. Потому что Носовой тоже, она... Гильдия актёров России во главе с Гущиной много раз приезжала к Носовой. Они хотели ей помочь Тамаре. Она же никого-то уже не пускала к себе. Ну, понимаете, вот смотрите, вот говорит, я даже не буду сейчас эту женщину, социального работника, это не в её адрес, так сказать, проблема, да? Она говорит, ну вот не позволяли, не позволяли. Вы понимаете, это люди, вот, и в том числе супруга, это с надломленной психикой. Вы понимаете, они пришли же годами нищеты, вот такого состояния, это не за месяц произошло, не за год. Безусловно. И смотрите как, они все похожи так, вы себе не представляете, до какой степени. Тамара Носова, психическое отклонение, она несла всё себя, там в ужасных условиях жила, несла вещи в свой дом, ну, это страшная вещь. Светлана Харитонова тоже, вы представляете себе, психически больная дочь. Удивительно, как похожи судьбы этих людей. Безусловно, и главное всё-таки, что они похожи тем, что они дороги нам. И можно сказать, они не хотят, они не хотят, они не понимают, может быть, даже чего хотят. Они воспринимают людей как врагов. Мы сегодня, главное, пришли, для меня самое важное, что мы нашли решение, что мы нашли решение, как переломить вот этого, чтобы они не воспринимали нас как врагов. Я очень сильно надеюсь на вашу поддержку. Вы поддержите вот эту нашу программу, чтобы пригласить госпожу Гущину к нам на передачу. Вы, я думаю, придёте тоже. И мы действительно адресно, Михаил, с поддержкой тоже, экспресс-газеты, комсомольская правда. Мы действительно, может быть, такую программу отстроим. Уважаемые зрители, я очень сильно надеюсь, что вам наша идея понравится. Вы можете заходить на наш сайт, комсомольская правда, экспресс-газеты, высказываться. Мы обязательно прочтём ваши отклики. А я хочу вспомнить в конце строчки Шпаликова. Это замечательный совершенно поэт, который когда-то сказал, «Но только бы мы не забывали живыми людей дорогих, обидами в них не стреляли, живыми любили бы их. Любите актёров живыми, не обижайте друг друга, оставайтесь с нами. Комсомольская правда».